Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Еще раз добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 99.1 FM На нашем сайте RadioNVC.com Ну и конечно же на нашем канале В YouTube RadioNVC С вами в студии Сергей Зацепин, Анатолий Червец И как и обещали С нами сегодня известный блогер Павел Дельнобой Здравствуйте Павел Всем сердечный привет И щели витания всем украинцам А также всем людям доброго и воли В усем свете Слава Украине Дуже дякую Это Анатолий тут украинскую мову Размавляет Анатолий Я же украиноговорящий блогер Но я уважаю аудиторию Американскую Поэтому буду говорить по-русски А я украиномовный блогер Замечательно Тогда начнем давайте с того Каким образом вы пришли В эту деятельность Почему и как вы стали блогером Типа как до такой жизни докатился Ну да Дело в том Что проблема всему послужила Мое обостренное чувство справедливости Я стал блогером Ну таким Плотно подсел на это дело В то время Когда вспыхнул Майдан Когда началась революция Достоинства в Украине И я понимал Что это моя родина И что я будучи уже не украинцем По паспорту не гражданином Украины Будучи американским гражданином Я мало что смогу Но одно из того малого Что я могу Это Попробовать освещать события Которые происходят В правдивом и честном ключе Поэтому я стал Сначала я на живом журнале На такой площадке Тексты писал А потом я стал видеоблогером На ютуб канале Как у меня на кепочке написано Или у меня Этот же самый ник Я везде в соцсетях На перископе например И с тех пор Вот я Блогерствую И что же Каковы же основные темы Ваших блогов Ну у меня Два направления основные Второй по значимости Это Хотя на самом деле С моей точки зрения Это самый важный Это Нравственная проповедь Это как правило По воскресеньям Хотя не каждое воскресенье Случается И в этих Нравственных проповедях Я Затрагиваю вопросы Такие Серьезные Духовные Глобальные Нравственные Как собственно название Нравственная проповедь Но большую часть Моего времени Занимает Политическая Деятельность Или политический Блогинг Политический Комментарий Моя самая Такая Самая известная Рубрика Это КАД Которая расшифровывается Как комментарий Американского Дальнобойщика В которых Я в этих роликах Комментирую Свои То есть не свои А те события Которые происходят В мире Но в частности В Украине И я комментирую События российские И иногда американские Потому что Как бы Я связан с этими Тремя государствами Также у меня Есть интервью С людьми С разными Есть Программа Без посредников Есть Парахобот Шоу И так дальше То есть Зайдите на канал Кому интересно Можете найти Для себя что-то Полезное Может быть Давайте-ка Нашим радиослушателям Еще расскажем Каким образом Найти ваш канал В Ютуб Ну вот Как на кепочке У меня вышито Надеюсь Видят Кто не видит Только слышит Это Пауз 144 Первая буква П как Павел Анна Потом Ю как Юнайтед С как Сергей 144 Пауз 144 Это на ютубе Или просто в гугле Набрать Вот это Пауз 144 Там гугл Покажем Все мои Аккаунты В социальных сетях Дальнобой Это Ник такой От Наверное От чего От профессии Я Живой Реальный Дальнобойщик То есть Я водитель Большого грузовика Но я владею Небольшой компанией Но я сам езжу При этом То есть Я не сижу в офисе Чтобы штаны не протирать Потому что в Америке Штаны дорого стоят Вот Поэтому я их лучше буду протирать За рулем автомобиля Грузовика Замечательно Что касается Я не знаю Начнем немножко с Украины Или начнем с Америки Что вам больше Ближе к телу Давайте с того начнем Может быть Так как сегодня Сейчас происходит Вернее Сейчас может быть Ничего не происходит Но По крайней мере Все готовятся Ко второму туру Может быть Вы прокомментируете Первый тур Для начала Ну а потом уже Посмотрим Что к чему То есть Вот те Топовых пять Претендентов Которые изначально Пытались избираться Ну мы знаем Что Три из них Не вышли во второй круг Ну то есть Вот такое вот Может быть Просто прокомментируйте О том То Как это все По вашему происходило За Против И так далее Я понял Ну Прежде всего Хочу сказать Что сегодня Как раз Случилось Довольно Серьезное Событие Владимир Зеленский Один из Двух Кандидатов Вышедших Во второй тур Он Косвенно Подтвердил Свою Наркозависимость Но К этому Мы вернемся Чуть-чуть позже А комментируя Результаты Первого тура Я хочу Сказать Я об этом Говорил В своих блогах Что Никакого Первого тура В общепринятом Понимании В Украине Не было В Украине Проходит Такая Парадоксальная Ситуация Когда Случилось Два Вторых Тура Потому Что Что происходит Обычно В нормальной Стране В нормальной Ситуации В первом Туре Это Все Кандидаты Сколько Их Там Будет 5 10 Или Как В Украине 39 Все Кандидаты Будут Бороться Между Собой Состязаться Между Собой Конкурируя Друг С другом Ругая Критикуя Сопоставляя Программы И так Дальше Потом Два Из них Выходят Во второй Тур И случается Второй Тур В Украине Все Кандидаты Абсолютно Все До одного Объединились Против Петра Порошенко Действующего Президента Украины То есть Я могу Констатировать Тот факт Что в Украине Был Уже Априори Второй Тур Только Как бы С первого Раза Был Один Кандидат Порошенко И 38 Кандидатов Которые Представляли Ну Собой Одну И ту же Практически Платформу За очень редким Исключением Ну По крайней мере Если взять Топ 10 Кандидатов То Это 100% Там Те Кандидаты Которые Набрали Мало Голосов Некоторые Из них Считаются Там Сторонниками Порошенко Или Единомышленниками Но Вот Если Комментировать Первую Пятерку То Четыре Из пяти Кандидатов Четверо Они Придерживаются Одной и той же Позиции Во-первых Люто ненавидят Порошенко Во-вторых Они поддерживают Тезис Кремля О том Что кто угодно Лишь бы не Порошенко В-третьих Они объединились Негласно Потому что Я ни разу Я ни разу не слышал Чтобы Риценко Критиковал Тимошенко Или Тимошенко Критиковала Зеленского Они объединились Вокруг Одного Кандидата Вокруг Петра Порошенко Вылили Кучу Помоев На него Дезинформация Откровенная Ложь Манипуляции И так дальше Это все мы видели Перед первым Туром Но Тем не менее Команда Петра Порошенко Сделала Невероятное И Невозможное Чудо совершило Петр Порошенко Вместе с Владимиром Зеленским Во втором Туре Павел Скажите пожалуйста Ваше мнение Вот то что Тот факт Что Порошенко Набрал Ну почти В два раза Меньше Голосов Чем Зеленский А Было ли это Причиной Того что Тимошенко У него Забрала Голоса Нет Я не думаю Что Электорат Тимошенко Где-то Пересекается Или соприкасается С электоратом Порошенко Это разные люди То есть За Тимошенко Голосовали Ее стабильные 13 процентов Там плюс-минус Это бабушки Это люди Которые Верят В то что Если придет Юлия Владимирова То Украина Ну они будут Получать там Большие пенсии Будет дешевый газ И все такое Думающие люди Не принадлежат К выборцам К избирателям Тимошенко Я считаю Я считаю Что больше От Порошенко Голосов Отняли Другие Якобы Оппозиционные То есть Якобы Демократические Кандидаты Такие Как Смешко Например Или Кашулинский Или Другие Там Гриценко Которые Позиционируют Себя Как патриоты Ну Каждый Из которых Имеет Свои Виды На жизнь И они Они Оттянули Электорат Порошенко Довольно Сильно И я думаю Что Сейчас Их избиратели Можно рассчитывать Что По крайней мере Хотя бы Часть этих избирателей Проголосует Во втором туре За Петра Порошенко Окей У нас есть звонок Давайте попробуем Ответить на вопрос Добрый день В эфире Добрый день Мне просто нравится Утверждение Блогера Что он подтвердил Свою Наркозависимость Не явившись В волонтерскую Организацию ВАДА Которая Не несет Никакой ответственности За анализы Которые она сделает Привезенная Порохоботом Кличко Если бы это было WADA Но они не имеют Права делать анализы Она несет Ответственность За анализы Так что Ребята Не надо говорить Что он подтвердил Свою Наркозависимость Окей Понятно Спасибо Это ваше мнение Да Спасибо за ваше мнение Я могу его прокомментировать Следующим образом Если в Соединенных Штатах Человек Которого отправили На драг-тест Отказывается Под любым предлогом От драг-теста Ему грозят Серьезные неприятности Независимо Какие причины Он назвал То есть Если он На работе Вот Например Человек работает Его с работы Отправили На драг-тест Если он не доехал Или долго ехал Его на месяц Могут отстранить Потом Ну вы знаете Если вы живете в США Вы знаете Как это происходит Если человек Отказывается От водительского Освидетельствования Когда его полицейский Остановил Подозревая Пьянство И он отказался От теста На драг-тест То соответственно Вы знаете Какие последствия Для меня Как для думающего И адекватного Человека Тот факт Что Владимир Зеленский Несколько раз Отказался От любых Тестов Кроме Как у своего Друга Гражданина Российской Федерации Который Имеет В бэкграунде Тесное Сотрудничество С главным Разведуправлением России Который Является Его Ну там Два Совладельца Один из них Является Его фанатом И поклонником И вот Владимир Зеленский Сдает только Один тест То есть Анализ крови Из крови Как вы знаете Если знаете Нет Погуглите Из крови Наркотики Выходят Быстрее всего Дольше всего Они держатся В волосах И ногтях Владимир Зеленский Отказался От всех остальных Видов Тестов Таких как Волосы Ногти Или моча Он сдал только Кровь И то Как мы видим С документами Там Напутано С датами Я лично Вообще Глубоко Сомневаюсь Что сам Владимир Сдавал Эти анализы Там расчет был На другое Он пытался Взять Порошенко На слабое Рассчитывал на то Что Порошенко Сам не пойдет На анализы Не будет унижаться И не согласится Ни на стадион На стадионные дебаты Ни на анализы Когда Порошенко Сказал Стадион Так стадион Команда Владимира Зеленского Впала в панику И сейчас Вот эти вот Судорожные движения Которые они совершают Они Каждый новый шаг Выглядит смешнее И глупее Потому что В Украине Масса независимых Лабораторий Порошенко К примеру Сдал 4 вида Анализа Вот что я сказал В 4 лабораториях Вот это агентство Которое приехало В Украину Оно международное Тесты будут проходить В международных Лабораториях Это репутация Это репутация И никакой Кличко Порохобот Как вы его назвали Или никакой Порошенко Или никто другой Не может повлиять На результаты Этих тестов Они будут Объективные И независимые Потому что Репутация Потому что люди Дорожат своим именем Зеленский Отказался От всего этого В моих глазах И в глазах Миллионов украинцев Он подтвердил Косвенно Свою Наркозависимость Если я Например Американский Дальнобойщик Я никогда не употреблял Наркотики Даже травку не курил Я не злоупотребляю Алкоголем Я готов к драг-тесту В любой момент Если мне сейчас Позвонят и скажут Поехали на драг-тест Мне нечего скрывать Я в любой лаборатории Готов его пройти Почему Зеленский Не сделал Не знаю Давайте попробуем Принять еще звонки Добрый день Добрый день Вот я по поводу того Что Зеленский Косвенно Подтвердил Свою Наркозависимость Пусть это же не правда Там был ролик В котором он говорил Что он пьет кофе И любит кофе И тут же этот ролик Перекрутили И вместо слов Кофе Поставили наркотики Что он употребляет Зачем Заведомую ложь Еще здесь Вот у нас У нас по радио Говорить Интересно Даже киевский Даже киевский Корреспондент Который Ну вы знаете На украинском радио Даже он Не выступает Настолько В открытую Против Зеленского При том Что он В общем-то Запорошенко Но не так Как говорит Вот этот Павел Дальнобой Спасибо Спасибо за ваш звонок Ну примерно Те же самые комментарии Давайте Примем Следующий звонок Да Я прокомментировал Это уже Поэтому нечего Добрый день Говорите пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте В раме Павел В предыдущей передаче Украину обвинили В вмешательстве В американские выборы У меня Изменилось отношение К Украине Так же Как и у вас Когда начался Майдан До этого Я как-то Как-то старалась Отстраниться От той страны Где я родилась А теперь Я зауважала народ Который Сумел Отвоевать Своё положение В истории И выбросить Того президента Которого Ему навязали С России Но дело Даже не в этом Дело в том Что Ну как Я считаю Мы должны Защитить Украину В том смысле Что Это страна Которая Не Ну не делает То что Она считает Нужным Она не может Это делать Потому что Находится В зависимом Положении И В основном От Америки Когда был Обама Вот Тоже Обвинение Очередное Варвара Я прошу прощения Давайте мы сделаем Варвара Варвара Давайте мы сделаем В Украине Выкрутили руки В смысле Обама Заставил голосовать И заставил провести Это голосование Варвара Послушайте меня На секундочку Давайте мы Превратим эту передачу Все таки В передачу С Павлом Дальнобоем А не монолог Варвары Поэтому пожалуйста Я не слышал вопрос Я тоже не слышал Пока Поэтому Следующий звонок Добрый день Вы в эфире Алло Да говорите пожалуйста Добрый день Я смотрю ваше радио И хочу сказать Павел Я надеюсь Что вы когда-нибудь Извинитесь Перед Зеленским За то Что вы Обозвали его Наркоманом Я скажу вам Я голосовала В первом туре За Порошенко Как вы объясните Что он погрузил страну В такую коррупцию Что уже дышать нечем Первый вопрос Второе Как получилось так Что при Порошенко Порошенко лично Ввел в политику И разрешил Скупить Три канала В Украине Этому Медведчику Куму Путина Как получилось так Сейчас Что он снял санкции Америка вводит А он снял санкции С олигарха Российского И бизнес у Порошенко И вы сейчас скажите Что я начну врать Нельзя Такую предвыборную Компанию Так грязно вести На парня Обзывать Наркоманом А если я вам сейчас скажу Что вы кто-то другой Можно уточнить Как получилось так Что Порошенко Развел в России У нас Парагоготов Спасибо большое Ладно Я так понял Меня не услышали Хорошо Какой там был Там три вопроса Было Первый вопрос Коррупция Почему Порошенко Развел коррупцию То есть Я не запомнил имя Или не представила Женщина Мне интересно Вопрос встречный А до Порошенко Коррупции не было Он правда ее развел Это первый вопрос Встречный Потому что я считаю Что коррупция была И Порошенко Борется с ней На том уровне На который Он способен И который в его полномочиях Потому что если бы Уважаемая Зрительница И слушательница Поинтересовалась Полномочиями Президента Украины То она бы поняла Что они Очень ограничены Те вопросы Которые она адресует Президенту Она должна Задавать депутатам Верховной Рады Потому что Украина Парламентская Президентская Республика И За состояние Дел Внутри страны Отвечает Не президент Отвечает Парламент И правительство Которое Назначается Парламентом Поэтому Не надо вешать С больной головы На здоровую Президент Украины Напоминаю Отвечает По конституции Отвечает Только В полной мере За две вещи Это Международная политика Внешняя политика Украины И Вооруженные силы Армии Которым Главнокомандующим Которых Он является Остальное Там Либо косвенная Ответственность Либо Он вообще Не может Отвечать За то В чем его Обвиняют Поэтому Вопросы Справедливые Звучат Да Я понимаю Что тяжело Жить И все такое Но вопросы Не к президенту Если вы не хотите Диктатуру Задавайте Вопросы Не президенту А задавайте Вопросы Народным депутатам Это первое Второе Когда я извинюсь Передзеленским И извинюсь ли я Да Я человек Способный Извиняться Способный Признавать Свои ошибки Но Перед Зеленским Я извинюсь Только в том Случае Когда Во-первых Он извинится Перед украинским Народом За постоянные Унижения Украинцев За сравнение Украины Как государства С Актрисой Немецких Порнофильмов Цитирую дословно Готовой Взять Любого Конца За то Что В его сериалах В его фильмах В его Шоу На 95 Квартале Он постоянно Унижает Украинский Народ Постоянно Представляет Украинцев Тупыми Хохлами С которых Надо Стебаться С которых Надо Смеяться Когда он Заявил о том Что он борется С коррупцией Если он Перестанет Сотрудничать С Игорем Коломойским Если он Уйдет С его Плюсов Один Плюс Один С его Телеканала Если он Вернет Те 41 Миллион Долларов Которые Уже Доказано Что он Незаконно Вывел Он участвовал В грабеже Когда Коломойский Вывел 5 миллиардов Долларов Так вот Доказано С документами Это была Передача На прямом Канале Владимир Арьев Вел Там были Показаны Документы Согласно Которым Через Фирмы Связанные С Владимиром Зеленским Было Выведено 41 Миллион Долларов С украинского Бюджета С приватбанка В конце концов Потом Бюджет Возбестил Эти деньги Так вот Когда Владимир Зеленский Первым Посадит Игоря Коломойского Как он Обещает Посадить Порошенко Вот Тогда После Этого Да Я скажу Что я Был Неправ Что Владимир Зеленский Настоящий Патриот Украины До Таба Так Знаю Вы с ним Хороший человек Я не знаю Вы наверное Сегодня еще не смотрели Три часа назад Он сделал Такой небольшой Пост На своей В своей Ленте Видел По поводу Ну там Разное Он делал В том числе По поводу Как раз Событий Которые Происходят Мне Мне очень Понравился Его пост На самом деле Что именно Если вы Не возражаете Он небольшой Я позволю Себе Зачитать Конечно Вы же Хозяин Короче Я гость Короче Путин не будет Нападать И уничтожать Украину Это опасно И невыгодно Он использует Старый метод КГБ Внесет Раздор И ненависть Между украинскими Гражданами Так чтобы Вы сами С себя Своими руками Уничтожили Украину Как независимую Державу У него это Практически Получилось С Америкой Подкармливая Паранойю Демократов И раздражая Республиканцев Кремль Играет на том Чтобы убедить Что Порошенко С ними В заговоре И делит бабло А другую половину Украинцев Убедит Что наркоман Зеленский Сдаст все России Таким образом Вы сами Передеретесь Устроите Гражданскую Войну И сами Себя уничтожите Потом Путин Придет И геройски В кавычках Спасет вас От самих себя Не распространяйте Недостоверную Непроверенную И недоказанную Обвинительную Информацию Просто потому Что вы уверены В своей правоте Оба кандидата Не идеальные Но и такие ужасные Но и не такие ужасные Как их пытаются Представить Украинскому народу Соблюдайте Спокойствие И уважение К самим себе К своим соотечественникам Иначе Будущего Украины не будет И пожалуйста Не пишите на эту ленту Лозунги И не выставляйте Статьи Экспертов С доказательствами Против одного Или другого Я читать Это все равно Не буду На мой взгляд Замечательный посыл Я не знаю Согласитесь вы Или нет Но мне кажется Вот в этом Есть что-то Смотрите Я могу прокомментировать Это так Я кстати Это не читал Я другой вопрос Сегодня читал Но Это я прокомментирую Следующим образом Юрий Абсолютно прав В том Что Задача Кремля Есть уничтожение России Я с Юрием Могу в чем-то Быть согласным Могу быть Не согласным По другим вопросам Но здесь он прав И мы по поводу Ситуации в Украине Я вот у него был На прошлые выходные В гостях Мы делали Совместный эфир С ним И я С ним Мы спорили Так вот Мое мнение В чем-то отличается Ну я во-первых Украинец Я родился в Украине Хотя я не гражданин Украины Но я имею Я так считаю Я имею право Комментировать То что там происходит Юрий говорит Что я никогда там не жил Я не был гражданином Я родился в Москве Гражданин Америки Это он на себе так говорит И он не хочет комментировать Он со своей точки зрения Написал абсолютно объективный пост Что я хочу сказать Я руководствуюсь мнениями Не только своим Но и мнениями разных людей Многих экспертов Которые Анализируя ситуацию Заявляют Очень часто О том Что в случае победы Зеленского Вероятность гражданской войны В Украине Равна выше 90% Потому что Если посмотреть Те лозунги Под которыми Зеленский идет В президентство Например Придет весна Всех посадим Или Сдай коррупционера Получи свои 10% Это нагнетание Истерии в обществе Это приведет К тому О чем говорит Юрий Что одна часть Украинцев Красная Или белая Зеленая Неважно Будет воевать С другой Блокитной Или желтой Или белой Или серо-блуро-мариновой Будет гражданская война Путину Не удалось Напасть Вот То есть Удалось напасть Но не удалось Военным путем Завоевать Украину Потому что Украинцы восстали Объединились И дали отпор Путин понимает Что Его Следующая Агрессия Ну Проявление Открытой агрессии Она только Сплотит Украинцев Они забудут Свои Чвары Междуусобицу И объединяться Поэтому Он Задействует Принцип Разделяй И властвуй И именно С приходом Владимира Зеленского Вероятность Такого сценария Крайне высока Почему не Порошенко Ну По крайней мере Пять последних лет Порошенко Был президентом И мы не видели Никаких Даже намеков На гражданскую войну Я уверен Что если Порошенко Станет президентом То ситуация Будет развиваться Примерно В том же ключе Котором Она развивалась Эти последние пять лет В случае Прихода Зеленского Прихода Тех людей Которых Называют Совками Которых Считают Шариковыми И которые Живут по принципу Отнять и поделить История История Моя Многие Многие эксперты Называют Такие страшные Для Украины Сценарии Я не хочу Утверждать Что так будет И не хотел бы Чтобы так было Но вероятность Выше 90% Так говорят Эксперты Давайте мы В этом месте Сделаем перерыв Мы должны Отдать свои долги Нашим рекламодателям А после Буквально пару минут После чего Вернемся Обязательно продолжим Спасибо Спасибо